Добрый день, друзья. Не добрый день, не дорогие. В телеграм-каналах активно муссируют новость про то, что телеканал «Дождь» изгоняют из Латвии. Все это тиражируется под слоганом «Напала жаба на гадюку». И никто не рассказывает, что, собственно, произошло, что стало причиной. Ну, кроме, понятно, что в основе русофобия, но кроме этого, стал конкретный совершенно эпизод. Посмотрите, и вам все станет понятно, надеюсь. Есть сведения, есть свидетельства о том, как проходят мобилизации, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовой, обязательно. И вы хотите об этом рассказать, о проблемах вратить к армии, отправляйте нам сообщение на почту armysobaka.ru или пишите нам в наш телеграм-бот. Мы практически всем отвечаем, и многие из написанных историй на нашей почте и телеграм-бот становятся опубликованным. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые подняковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас. Ну, а мы говорим, у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходят мобилизации, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую, обязательно, и вы хотите об этом рассказать, о проблемах вратить к армии, отправляйте нам сообщение на почту armysobaka.ru или пишите нам наш телеграм-бот. Мы практически всем отвечаем, и многие из написанных историй на нашей почте и телеграм-бот становятся опубликованным. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались с родственниками, ну, честно говоря, бросают в них. Ну, а мы вернемся к... Вот давайте сейчас послушаем Тихона Дзитко. Тихон, добрый день. Да, ой, у меня упала камера, прошу прощения, да. Это нервы, это все нервы, это все нервы. Значит, да, сразу хочу сказать, у меня тут был немножко монолог до этого, да, где я объяснил свою позицию, моя позиция заключается в простом, пункт первый. Это я просто говорю, чтобы было понятно мою позицию, да, после этого ты скажешь то, что ты считаешь нужным. Это была оговорка ведущего, и эту оговорку, то есть я в своем эфире, и в украинском эфире, и здесь наутре февраля, я рассказываю ровно то, что вы, и поэтому это же можно припаять мне. То есть, другими словами, рассказывая о невзгодах российских военнослужащих, получается, что я типа обращаюсь к российской власти, для того, чтобы российская власть сделала им более комфортные условия. Но, конечно, важна ваша реакция, то, что эта реакция произошла, поэтому смотри, чисто организационно, то, что ты сейчас скажешь, ты обращаешься и к украинской, просто формально, и к украинской, и к русской аудитории, но в обязательном порядке сегодня вечером мы возьмем фрагмент того, что ты говоришь, и это узнает и украинская аудитория. Поэтому тебе слово, пожалуйста. Да, спасибо большое за возможность высказаться. Что я хотел бы сказать в связи с тем, что произошло в последние 24 часа. То, что сказал наш ведущий Алексей Коростелев, это, несомненно, оговорка. Я знаю, что Алексей Коростелев не считает необходимым поддерживать каким-то образом российскую армию. И вся его деятельность, многолетняя в эфире телеканала «Дождь», является тому подтверждением. Это первое. Второе. Чтобы не было никаких сомнений, телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет заниматься сбором оснащения, снаряжения, оружия, одежды, чего бы то ни было еще для российских военных на фронте или за пределами фронта. Третье. Несмотря на то, что это оговорка, это оговорка абсолютно недопустимая и непозволительная, особенно в нынешней ситуации, во время войны. И, к сожалению, в такие сложные времена, как сейчас, за оговорки нужно платить высокую цену. И эта цена, это то, что мы перестали, прекратили свое сотрудничество с Алексеем Коростелевым. Потому что мы не хотим, чтобы у кого-то было ощущение, что мы солидаризуемся с подобными заявлениями. Пусть это заявление и было оговоркой, которую он совершил в эфире. Я думаю, то, что ты сказал, вполне достаточно. Это формальный ответ на формальное происшествие, которое произошло. Что касается меня, то независимо от того, что по этому поводу будут говорить, писать, кричать, и вот это слово знаменитое «инсенуировать». Я хорошо знаю телеканал «Дождь», поэтому вы прореагировали, прореагировали абсолютно адекватно. Насколько я знаю, там еще штраф какой-то впаяли вам. Нет, это другая история. Хорошо, другая история. Я желаю вам нормальной, спокойной работы. И главное, самая это реакция, которую вы сделали, и ваше объяснение. Спасибо тебе большое. Спасибо. Благодарю успеха. Спасибо. Передавай привет ребятам вашим. Всего наилучшего. Есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовой. Обязательно. И вы хотите об этом рассказать, о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщение на почту армии-собака-тверейн.ру или пишите на наш телеграм-бот. Мы практически всем отвечаем, и многие из написанных в истории, на наши почты, и в телеграм-бот становится опубликованным. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в муж. На завершение прекратить сотрудничество с Алексеем Хоростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство Дождя считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения всем нашим зрителям за высказывания, прозвучавшие в эфире накануне. Я еще раз хочу сказать, как трудно было сейчас произнести то, что я произнесла. однако сейчас такой момент, когда когда для людей, особенно тех людей, которые, которые, например, были вынуждены бежать из своих домов в Украине или которые столкнулись с агрессией российской армии, российского руководства в тех или иных формах, подобное просто невозможно допускать. Еще раз спросим. Извинить нас, всех тех зрителей, у которых сложилось превратное впечатление или которых ранили слова нашего колени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова